Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Мы продолжаем наши лекции, наши небольшие семинары по горячим проблемам. И сегодня я хочу вновь вернуться к теме, которая оказалась очень такой горячей темой, вызвавшей множественные дискуссии в социальных сетях, в нашем сайте, в WhatsApp и в других местах. Речь идет о прививках. Надо ли прививать, не надо ли прививать, что будет, что не будет. К сожалению, ряд родителей занимают совершенно необоснованную бескомпромиссную позицию. И сегодня я хочу, просто не вступая в дискуссии, не высказывая свое мнение, просто привести факты, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения, рядом ученым, совершенно независимым, совершенно не коммерциализованным. А исключительно данные, говорящие о том, что происходит в мире без прививок и что нас ждет в случае массового отказа от прививок. Итак, на сегодняшний день что мы имеем? На сегодняшний день в Европе мы имеем вспышку заболевания корью среди детей. И только за первое полугодие 2018 года в Европе зарегистрировано 41 тысяча случаев заражения корью среди детей до 12 лет. Почему? Дело все в том, что резко снизилось количество привитых детей, и поэтому количество заболеваний резко возросло. И, к сожалению, достаточно большое количество детей от этого заболевания погибают. На сегодняшний день корь одна из основных причин детской смертности у детей до 5 лет. Поэтому эта проблема выходит на одно из первых задач, на одно из первых мест для специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые, в общем-то, отвечают за здоровье людей, в принципе, всего мира. Значит, два слова об эффективности вакцины. Опять же, многие родители считают, что это неэффективно, это коммерциализованно, это вот обман. На самом деле, в эффективности вакцины не только против кори, против остальных корь, как пример в данном случае. Сомневаться не приходится совсем. Несколько мощных статистических обзоров показывают, что вакцинация защитит ребенка до 7 лет в 95% случаев, а школьника и подростка в 98%. Если мы прививаем по графику и вовремя делается повторная прививка со временем, то есть ревакцинация, то вероятная защита достигает 98,5-99% случаев. Количество детей, умерших от кори, резко сократилось за последние 20-30 лет. Ну, скажем, я могу привести пример, что если в 1990 году от кори умерло 630 тысяч детей, то в 2011 только 158 тысяч. Понятно, что это много, но речь идет о всех детях, включая неразвитые страны Африки, где привитость, в общем-то, близка к нулю. Поэтому в развитых странах этот результат, конечно, гораздо меньше. Теперь давайте порассуждаем на тему, нужно ли делать прививку от кори детям. На самом деле корь – заболевание, которое очень контагиозно, то есть возможность заразиться корью очень легко. Вот смотрите, корь передается воздушно-капельным путем, то есть через воздух, через слюну, через чихание и так далее, и так далее. Казалось бы, вы скажете, ну, подумаешь, не надо контактировать с кашлящими, с больными людьми, и все будет в порядке. Ничего подобного. Проблема заключается в том, что инкубационный период, то есть период от заражения инфекцией до начала клинического проявления, у таких инфекций, от которых делают прививки, там, корь, оклюш, дифтерия, столбняк и так далее, достигает трех недель. То есть в течение трех недель человек может просто не проявляться, эти клинические проявления, никаким образом. Внешне он здоров, но заражает. И вот как пример, одна девушка из Соединенных Штатов съездила в Румынию, непривитая, заболела, заразилась корью, чувствуя себя совершенно здоровой, вернулась домой, пошла на собрание, где было порядка 500 детей, вот, половину из них заразила, и в очень тяжелом состоянии оказалось около 40 детей, заболевших корью, совершенно неожиданно, и не подозревая о том, что они могут заразиться. Вспышку удалось остановить только потому, что большинство детей из этих 500 были привиты, иначе заболели бы просто все, и это распространилось бы с совершенно потрясающей скоростью. Соответственно, мы можем с вами говорить о том, что если человек не привит, он совершенно точно заразится. Если он привит, то он заразится практически вероятность нулевая его заражения. Теперь разговор о том, что государство, правительство заинтересованы в том, чтобы подделывать вакцины, коммерциализировать эти дела, и так далее, и так далее. Поверьте мне, что государство на правительственном уровне гораздо больше заинтересовано в правильной и эффективной вакцинации. Дело все в том, что средства, выделяемые, которые государство тратит на лечение больных, на лечение проблем после осложнений, и так далее, и так далее, инвалидности, больничные места и прочие расходы, связанные с инфекциями, гораздо больше, чем расходы на производство хороших, высококачественных и эффективных вакцин. Невыгодно государству попадать в ситуацию эпидемии заболевания, потому что это дороже на самом деле. И вот с учетом миграции населения, с учетом туризма и свободного передвижения на сегодняшний день, нет границ у заболеваний. И вот здесь на первый план в связи с этим выступает такое понятие, как коллективный иммунитет. Почему это важно? Смотрите, на сегодняшний день в России, в частности, против кори привито 95% населения. И ситуация гораздо более спокойная. Но настораживает то, что возрастает прослойка непривитых детей из-за отказов, из-за непонятных отношений к прививкам. И, соответственно, вот в ряде республик, скажем, Грузия, Средняя Азия, Азербайджан и так далее, где падает прослойка привитых детей от всех инфекций, постепенно начинает возрастать количество заболевших. Если коллективный иммунитет, то есть большое количество привитых людей, они создают определенный щит. И вот непривитые – это пробоина в этом щите. Вы мне скажете, конечно, вот это мы говорим о здоровых детях, о детях, у которых нет противопоказаний к прививкам. Безусловно, всех под одну гребенку нести нельзя. Поэтому относиться к прививкам нужно совершенно индивидуально. С учетом здоровья ребенка, с учетом его состояния, с учетом его проблем. И понятно, что это надо учитывать, и, соответственно, к этому нужно относиться очень индивидуально. И понятно, что бывают ситуации, когда в ответ на прививку происходит ухудшение. А теперь представьте, на минуточку, что будет с ребенком непривитым, таким нездоровым, необычным ребенком, если он встретится с вирусом того же полиэмилит. Он просто не выживет, заболев полиэмилитом. Поэтому, да, приходится каждый раз выбирать, что лучше, что важнее и так далее. Для этого существуют разные вакцины. Ослабленные, определенный график прививок, индивидуальный. То есть в каждом случае нужно подходить, ну, грубо говоря, включив голову. То есть подумав, посоветовавшись индивидуально, даже в одной семье, говорить о том, что все дети должны быть привиты или все дети должны быть непривиты, нельзя. Нужно каждому ребенку, даже внутри одной семьи, подходить индивидуально. Вот мы готовы подсказать, помочь, где-то даже посоветовать график прививок, но для этого мы должны как бы владеть информацией, и вот инициатива должна исходить от вас. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, обращайтесь к нашим специалистам, вот, но не забывайте, вот подумайте, примите к сведению то, что я сегодня вам рассказал. Я надеюсь, что дискуссии о том, нужно, не нужно, правильно или неправильно делать, на этом закончится. И каждая семья, каждая мама будет решать эти вопросы для себя, взяв на себя ответственность за здоровье своего ребенка. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и будьте здоровы!